Что за маскарад? А? Каково? Ну что ж, действительно поражают масштабы вашего бреда. Давайте не будем хаять, не разобравшись, хорошо? Давайте разберемся. Давайте. Скажите, вот во главе полотна, что это за коммунистическая метафора, а? Ну, этим я хотел сказать, что эти трое способны дать миру новую, революционную идею. Не хотелось бы вас обижать, Якушев? Ну, по-моему, и двое из них неплохо справлялись. Согласен. Но не нарисовать Константина Львовича как? Ведь он показывает КВН. Так вы прекрасно знаете, о ком я говорю. И кто на этой картине лишний? Вы про Александра Васильевича. Так что хватит! Скажите, почему у вас Гусман в виде солнца? Ну, во-первых, КВН-овский гуру идеально вписывается только в эту геометрическую форму. Но это не важно. Главное – символ. Ведь издревле у славян солнце означало мудрость, свет, постоянство, цикличность. Но, конечно, определяющее здесь слово – издревле. Тогда почему Ермольник Луна? Ведь вообще все логично. Просто, когда Юлий Соломонович ложится спать, у Ермольника все только начинается. А-а-а. Хорошо, подметили. А вот в центре полотна что это за картины? Здесь я изобразил эпохальные события, так сказать, веки истории КВН. Ну, давайте по порядку. Вот что это за Дед Мороз, а? Это я посвятил как раз сегодняшнему финалу. Дед Мороз пишет письмо Александру Васильевичу. В этом письме Михаил Лефремов объясняет, почему его сегодня не будет в жюри. Вот так вот, да? А вот здесь какой-то факир распиливает Гусмана, который ставит два. Это называется «Гусман против того, чтобы КВН превращали в цирк». Допустим, он это говорил. Говорил, я подметил. Ну, вот здесь же полная бредятина. Какие-то животные с какими-то медалями. Что это? Я попытался заглянуть в будущее. И что ж вы там увидели? Но если верить предсказаниям Майя, чемпионами КВН-2012 станут либо мыши, либо тараканы. Мекрасно. Кстати, вот рядом, вот видите, чудом уцелевший Гусман против того, чтобы КВН превращали в зоопарк. Вот так вот, да? Хорошо. А вот внизу, вот это мелкое, что это за пиктограммы? Ну, это как бы то, на что опирается КВН. То, что этому пищу люди, события, факты. Да здесь черт ногу сломит. Все здесь понятно. Давайте смотреть вместе. Давайте. Вот, например, Константин Львович Эрнст не глядя тычет пальцем в толпу и случайно выбирает ведущего для программы «Фазенда». Да. Да. Вот Александр Песков обманом получает пенсию за «Аллегрову». Вот Маша Малиновская меняет летние губы на зимние. Вот эпохальная. Никита Жигурда впервые пробует «РАДИЙ». А-а-а. И по мелочи. Панкратов черный нанизывает фамилию на «Дефис». Боярский поддомкрачивает шляпу. Ну и, наконец, Амаяк Акапян пытается продать свой старенький «Форд» «Покус». Якушев, скажите, зачем вы все это нам сегодня показали, а? Дело в том, что на памяти себе я хочу подарить эту картину клубу. Прекрасно. Я даже знаю, куда мы ее повесим. На потолок театра российской армии. А единственное, как это во время КВНа люди будут смотреть в потолок. А вот в этом и дело. Я надеюсь, что мы не доживем до того времени, когда люди на КВН будут смотреть в потолок. А мы все доживут. Доживут, да.